Васугупта Шива Сутра Раздел первый Шамхала Упайя Чистое сознание, которое обладает абсолютной свободой в познании и действии, природа реальности. Ограниченное знание – причина связанности оковы эмпирической воспринимаемой самости. Майя – сила иллюзии и связанные с ней субстанции, образующие источник мира, чья форма активность, посредством которой осуществляется мирская жизнь, также причина связанности. Буквы алфавита санскрита от А до Кша – основа ограниченного знания. Внезапное проявление трансцендентального сознания – это Пхайрава, высшая реальность, которая содержит в себе весь мир. Посредством соединения через медитацию с совокупностью сил, Вселенная перестает существовать, как что-то отдельное от сознания. В различных состояниях сознания, бодрствовании, сне со сновидениями и глубоком сне без сновидений, пребывает блаженство четвертого состояния. Бодрствование – это знание, получаемое через непосредственный контакт с внешним миром. Сон со сновидениями – это ментальная активность, осуществляемая без непосредственного контакта с внешним миром. Глубокий сон без сновидений – это неспособность различать, то есть потеря сознания, обусловленная силой иллюзии. Наслаждающийся этими тремя состояниями – владыка органов чувств. Ступени йоги приносят изумление. Возможны три интерпретации этой сутры. Первая. С позиции тождества Абхеда. Сила воли йога, который достиг состояния высшего Бхайравы, есть ума, то есть высшее самосознание Шивы, обладающее полной свободой в познании и действии. Эта шакти есть кумари, то есть осуществляющая игру проявления мира и его поглощения в ней. Второе. С позиции тождества и развлечения. Пхеда Абхеда. Кумари предотвращает проявление Майи, создающей ощущение различия. Ума остается всегда наслаждающейся и никогда не становится объектом наслаждения. Третье. С позиции развлечения. Пхеда. Воля йога всегда направлена на соединение с Шивой. Сила воли йога — это ума, сияние, энергия Шивы, которая есть кумари. Все внутренние и внешние феномены воспринимаются йогом, как свое собственное тело. Когда ум соединен с сердцем, то есть с ядром сознания, любые наблюдаемые феномены и даже пустота воспринимаются как формы сознания. В том, кто постоянно осознает чистую сущность, то есть абсолютное сознание, связывающие силы отсутствуют. Интуитивное осознание «Я есть Шива» образует знание своей сущности. Блаженство, которое испытывает йог, пребывая в своей природе, знающего мир, включающий в себя субъект и объект, — это экстаз самадхи. Соединившийся с силой воли способен творить тело любого вида по своему желанию. Другие сверхъестественные силы йога Способность соединять элементы Способность разделять элементы Способность знать, из каких элементов и каким образом образована Вселенная Чистое знание дает обладание всеми силами. Через соединение с великим озером Божественной силой переживается источник всех мантр, то есть высшее самосознание. Раздел второй Шакта Упайя Ум — это мантра Ревностное и естественное применение приносит достижение единства Созерцателя мантры и пребывающего в ней Божества. Сияющее бытие совершенного самопознания, тождественного космосу, пребывающего во множестве слов, Чью сущность составляет знание высшего недуализма, — это тайна мантры. Обычное знание, которое формируется посредством ума в сфере Майи, подобно сну. При проявлении спонтанного естественного высшего знания наблюдается движение в неограниченном пространстве сознания, которое есть состояние Шивы, то есть высшее состояние реальности. Только гуру, который достиг самореализации, может помочь ученику в достижении этого. С помощью гуру достигается познание групп букв. Для йога тело становится жертвоприношением, сжигаемым в огне высшего сознания. Тогда тело становится оболочкой. Возможны три интерпретации этой сутры. Первое. Интеллектуальное знание является пищей, которую нужно переварить, превратить в опыт. Второе. Для йога ограниченное знание является причиной связанности, является пищей, которая уничтожается. Третье. Высшее знание, знание своей сущности, является пищей, которая приносит удовлетворение. Знание является пищей. При сокрытии чистого знания из него возникают все виды ментальных построений. Раздел третий. АНАВА УПАЙЯ Индивидуальная душа, атма, — это субстанция сознания, читта. Знание, рожденное умом, — источник связанности. Джняна Бандха Неразвлечения таттв, таких как Кала и так далее, есть майя. Различных таттв в теле, грубом, тонком и причинном, должно практиковаться посредством медитации. Растворение потока праны, текущей в каналах, в сушумне, в срединном канале, контроль над элементами, отвлечение ума от элементов, отделение от элементов, осуществляется йогом посредством медитации. Сверхъестественные силы являются покровом, наброшенным незнанием. Посредством всеохватывающей победы над майей приходит власть над естественным прирожденным знанием. В том, кто всегда соединен с Шакти, мир проявляется как состояние его света. Тот, кто осознал свою сущностную духовную природу, только актер на сцене мира. Тонкий и причинный аспекты того, кто осознал свою сущностную духовную природу, — это сцена. Органы чувств йогина — зрители его игры. Через высшую духовную интуицию происходит осознание света внутренней природы, подобно тому, как актер изображает состояние ума посредством своего таланта. В познании и действии достигается абсолютная свобода. Так же, как йог может проявлять свободу в собственном теле, он может проявлять ее везде. Он должен уделить полное внимание активному свету сознания, то есть высшей шахте, источнику мира, семени свободы, знания и блаженства. Утвержденный в высшей силе божественной шахте, он легко вступает в океан блаженства и бессмертия. Он может творить формы благодаря творческому аспекту сознания, в котором пребывает. До тех пор, пока присутствует чистое знание, отсутствует возможность другого рождения. Махешвари и другие божества, которые имеют свое поле деятельности в группе Ка и других группах букв и являются матерями ограниченных существ, становятся их управляющими божествами. Четвертое состояние сознания должно течь, как непрерывный поток масла в трех состояниях – бодрствования, сна и глубокого сна. Необходимо погрузиться в него, осознавая внутреннее «я» без мысленных конструкций. Когда прана-йога движется надлежащим образом, тогда он обладает сознанием тождества всех вещей, то есть сознанием единства. В промежуточных стадиях возникают низшие состояния сознания. Когда действительное самосознание соединено с объектами, трансцендентальное состояние сознания, которое ранее было потеряно, возникает вновь. Такой йог становится подобным Шиве. Само по себе пребывание в теле является для него исполнением благочестивых действий. Даже обычный его разговор является для него молитвой, повторением мантр. Знание своей сущности – это подарок, который он дает окружающим. Тот, кто обладает властью над силами, действительно является проводником мудрости. Вселенная – это проявление его силы. Поддержание проявленного состояния и его поглощение – это также проявление его силы. В промежутке между поддержанием и растворением мира, наблюдаемыми друг после друга, не должно быть разрыва в сознании йога, так как он является вечным неизменным субъектом. Йог рассматривает наслаждение и боль как что-то внешнее. Будучи полностью свободным от влияния наслаждения и боли, он остается полностью утвержденным в своей истинной самости, то есть в чистом сознании. Но тот, кто пребывает в заблуждении, вовлечен в добрые и злые дела. Когда исчезает ощущение различия, у йога возникает способность творить различные живые и неживые объекты. Возможно осознать способность творить на основе собственного опыта. Три состояния должны оживляться одним основным, которое есть абсолютная сила, полная творческого блаженства. Так же, как и состояние ума, так и тело, органы чувств и внешние вещи должны оживляться блаженством трансцендентального состояния. Когда есть желание, имеет местонаправленность вовне эмпирической индивидуальности, которая движется от одной формы существования к другой. Для йога, сознание которого полностью утверждено в четвертом, трансцендентальном состоянии, с прекращением желания прекращается состояние эмпирической индивидуальности. Когда желание прекратилось, он использует тело, состоящее из грубых элементов, только как покров, и он становится полностью свободным и совершенным, как Шива, совершенная реальность. Связь праны, универсальной жизненной силы, с телом, естественна. Во всех каналах, левом, правом и центральном, присутствует прана-шакти. Посредством постоянной практики осознавания реальности, в центре этого места пребывания праны, это осознавание присутствует во всех обстоятельствах и во всех условиях. Осознает Божественное снова и снова, как внутри, так и вовне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok